Александр Борисович Рахманинов – внук великого композитора, сын второй дочери Сергея Рахманинова, Татьяны. С 30-х годов XX века Татьяна жила в Париже, где вышла замуж за Бориса Юрьевича Конюса, сына известного музыкального педагога, скрипача и композитора, учившегося вместе с Рахманиновым в Московской консерватории. Татьяна унаследовала имение родителей в Швейцарии и завещала его своему сыну. Александр Борисович был единственным наследником и обладателем авторских прав на все сочинения деда. Был юристом, основателем и президентом фонда имени Рахманинова, организатором конкурсов имени Рахманинова, президентом Международной ассоциации друзей композитора, организатор рахманиновских торжеств в Швейцарии. Он также был наследником архива, автографов и писем великого композитора. Александр Борисович скончался в 2012 году, но незадолго до своей смерти он согласился рассказать о неизвестных страницах жизни своего деда. Итак, цитирую. О моем дедушке Сергея Васильевича в музыкальной среде сложилось крайне неверное мнение. Мол, композитор имел тяжелый, мрачный характер. На самом деле в семье сохранились воспоминания, что он был очень веселым, обожал шутить, устраивать розыгрыши. Как-то ближайший его друг, знаменитый бас Федор Иванович Шаляпин, попросил Рахманинова написать для него камерное сочинение. Композитор согласился с загадочной ухмылкой. Был салонный концерт певца. Шаляпин, держа в руках, как он думал, ноты уже известного ему по репетициям нового сочинения, приготовился к премьерному исполнению. Рахманинов же сел у двери в последнем ряду. Шаляпин начал петь и запнулся, не хватило дыхания, извинился перед публикой. Во второй раз то же самое. А в третий раз знаменитый певец схватил стул и в гневе стукнул им об пол. Оказалось, что в экземпляр нот Шаляпина Сергей Васильевич втихую всунул ноту, которую великий бас заведомо не мог взять. Мой дед выбежал из зала и смеялся полчаса. Три месяца друзья не разговаривали, но потом, конечно же, помирились. У них были удивительно близкие отношения. Оба постоянно потрунивали друг на друга. Федор Иванович любя, называл Сергея Васильевича «ты моя татарская морда», зная о татарских корнях древнего рода Рахманиновых. Есть еще одно неверное мнение. Оно касается длительной меланхолии, которой якобы страдал композитор. Как ни странно, слух об этом распространила жена мастера, моя бабушка Наталья Александровна. Сделала она это преднамеренно. За шесть месяцев до смерти она пригласила меня и сказала, «Я хочу освободить свою душу от греха и расскажу тебе правду». Однако при одном условии, что до 2000 года, то есть почти в течение 50 лет, ты никому не расскажешь о моей исповеди. Сергею Рахманинову было всего 22 года, когда он написал свою первую симфонию. Тогда он не мог и предположить, что ее судьба окажется настолько тернистой. Во время первого ее исполнения дирижер Александр Глазунов, как известно, способный встать за пульт в нетрезвом виде, управлял оркестром соответствующе. Но главное, он абсолютно не понял глубины и масштаба произведения, написанного таким молодым человеком. Как итог, провал сочинения. Для Сергея Васильевича это стало настоящим потрясением. В течение трех лет после этой неудачи он ничего не мог писать. Меланхолия лишила его творческих сил. Семья невесты, в тот момент он уже был официальным женихом Натальи Сатиной, которая приходилась ему двоюродной сестрой, бросилась на помощь Сергею. Рахманинов согласился обратиться к известному московскому врачу Николаю Далю, которого ему настоятельно советовали родственники. Наталья представить не могла, чем обернуться в их будущей семейной жизни Сергеем эти несколько сеансов гипноза. Ведь у доктора была красавица-дочь. Постепенно силы и вдохновения возвращались к композитору. Он пишет второй концерт, ставший всемирно известным. Однако не посвящает его ни своей невесте, ни ее семье, ни Николаю Далю. Наталья чувствовала, что за частыми поездками Сергея в дом врача кроется отнюдь не забота о здоровье. Она тяжело переживает, что концерт посвящен не ей. И буквально за несколько минут до первого публичного исполнения произведения, зная в каком невероятно напряженном состоянии пребывает Сергей, уже переживший тяжелый провал первой симфонии, моя бабушка требует изменить дарственную надпись и посвятить второй концерт доктору Далю, чтобы таким образом навсегда скрыть имя соперницы. Она сказала, «Ты дал слово жениться на мне, если не изменишь посвящение, я откажусь стать твоей женой». Рахманинов сдержал слово дворянина, и молодые были обвенчаны в военной церкви. Кроме глубокой сердечной привязанности к Натали, Сергей всю свою жизнь оставался безмерно благодарен ее матери, своей тетке, Варваре Сатиной, сестре его отца, в доме которой нашел теплоту и любовь. Дело в том, что отец юноши, мой прадед Василий Рахманинов, ушел из семьи, оставив жену с детьми в абсолютной нищете. Московская родня Сергея, генерал Сатин и его жена и дочери приняли юношу в семью как родного и тем самым спасли его от нищенского существования. Любимая кузина Наталья Александровна обожала Сергея и прощала его насмешки. «Черная, как галка, тощая, как палка, мне тебя жалко, девка Наталка». Она боготворила этого высокого с благородной внешностью, а главное, богом отмеченного молодого человека и стала Рахманинову женой, матерью их двоих детей. Душевная красота и духовное величие этой женщины заслуживают отдельного разговора. Истинный смысл визитов Сергея к доктору Далю она решила завуалировать навсегда. Так и появилась созданная ею легенда о длительной меланхолии композитора. О том, какие страсти кипели в душе этой сдержанной женщины, можно было только догадываться. Семья Сергея и Натальи Рахманиновых внешне выглядела идеальной, однако оба они знали, после каждого концерта музыканта в его артистической будет ждать букет белой сирени от другой женщины. Наталья же никогда не произнесла ни слова упрека и не выясняла отношений с мужем. Отцом Сергей Васильевич был невероятно нежным и заботливым. Сохранились кинокадры, снятые в США, Швейцарии и Франции. Его игры с дочерями Ириной, старшей, и Татьяной, моей мамой. Его искренний смех, нежные взгляды. Татьяну нежно называл Тутушок, Тутунька, Туки. Наша семья во время войны осталась во Франции. Моя мать категорически отказалась уехать со мной в благополучный Нью-Йорк, потому что отец был на фронте. Через Красный Крест Сергей и Наталья Рахманиновы при любом удобном случае передавали коротенькие письма, где дедушка спрашивал, есть ли в семье деньги, не очень ли Танюша устала? Каждая из его писем завершалась словами. Христос с вами, мои дорогие. Люблю вас. Все эти письма Сергея Васильевича и Натальи Александровны бережно хранятся в нашем семейном архиве. Рахманинов тяжело переживал расставание с Родиной, а когда она оказалась в пучине войны, известно, какую огромную помощь он оказывал и армии, и отдельным людям в России. Он очень глубоко и искренне любил Россию, свою отчизну, но терпеть не мог советский строй и его руководителей. Сергей Васильевич очень много курил, практически не выпускал изо рта сигарету и заболел раком. Последние месяцы жизни он провел в Калифорнии. Наталья Александровна и Ирина были рядом. Уход из жизни был очень тяжелым. Сергей Васильевич шепотом спросил, «Вы ведь слышите? На улице играют мою сеночную». В этот трагический момент тихо отворилась дверь в спальню и к изголовью теряющего последние силы композитора подошла еще одна женщина, за которой срочно пасовала шофера сама Наталья Александровна. Не произнеся ни звука, она жестом попросила ее подойти ближе к кровати, указав на место рядом с собой. Через мгновение жизнь покинула великого Сергея Рахманинова. Итак, кто эта женщина? Вполне возможно, что внук композитора Александр Борисович имел в виду дочь гипнотизера и психиатра Николая Владимировича Даля Лану Николаевну. До сих пор ходят легенды о том, что на концерты Рахманинова Лана всегда приходила с белой сиренью, а Наталья Александровна знала об этом и, видя Лану в зале, никогда и словом не обмолвилась об этом. История была тайной и никто об этом не знал, только участники этого любовного треугольника. А дальше был невероятный подвиг, ведь, мол, именно Лана достала визы для Сергея Васильевича и его семьи, чтобы они буквально перед самым закрытием границы сумели выехать в Швейцарию. Лана знала, что прощается со своей любовью, но тем не менее, чтобы спасти его, пошла на это. Позже Лана из-за прихода большевиков тоже эмигрировала в Соединенные Штаты и уже там увидела афишу Рахманинова. Она даже хотела уехать из Америки, чтобы не разрушить стабильную семью, но не нашла в себе сил. И Наталья Александровна, видя, что на концертах опять стали появляться букеты белой сирени, снова молчала. «Был ли смысл родному внуку, будучи в почтенном возрасте, говорить о своем великом предке неправду?» Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!